МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний день в нашей студии присутствует старший инструктор-кинолог кинологической группы отдела охраны исправительного учреждения К-6 Бубнова Ольга Александровна и ее служебная собака Маха, которая на сегодняшний день является как лучшим сотрудником кинологической службы нашего территориального органа УФСИ на России по Рязанской области, так и победитель последних двух соревнований, которые прошли с использованием служебных собак в рамках личного первенства по многоборию среди служебных собак, так и среди соревнований резервных групп отделов охраны исправительных учреждений нашего территориального органа. Вы знаете, мы обычно привыкли общаться с людьми, которые приходят, но сегодня, извините, больше всего внимания привлекает именно собака. Расскажите о ней немножко, откуда она у вас появилась, сколько ей сейчас и сколько еще таких четвероногих помощников у вас? На сегодняшний день в отделе охраны нашего исправительного учреждения находится 15 служебных собак, из них 7 разыстных, 7 патрульно-разыстных и одна специальная собака. В данном случае присутствует разыстная собака Маха, возраст ее 4 года. Она выращена и воспроизведена на питомнике служебных собак в исправительной колонии номер 1. Это тоже наше подразделение, которое расположено в поселке Центральном. И проходит службу в данном случае при выполнении служебных задач в исправительной колонии номер 6. Применяется данная служебная собака для розыска и задержания бежавших осужденных в случае их побега, для обыска транспорта, для обнаружения запрещенных предметов и веществ, которые запрещены к использованию специнтендентов, которые находятся под охраной наших караулов, а также для патрулирования запретных зон, для предотвращения преступлений как среди осужденных, так и среди преступников извне. Вот на счету МАХи сегодня что уже? К счастью, на сегодняшний день служба в отделе охраны организована таким образом, что шансов у преступников совершить преступное деяние, где будет применена служебная собака, не оставлено никаких. И на сегодняшний день МАХа является победителем в двух последних соревнованиях, где используют служебные собаки в нашем территориальном органе. Содержать их сложно? Это ведь тоже отдельный вопрос. Чтобы собака была ухоженная, чтобы она была сильная, внешний вид имеет значение. От того, как она себя чувствует, зависит, как она будет работать. Безусловно. Содержание служебных собак – это отдельное искусство. Для этого в нашем учреждении имеется городок служебных собак, где имеется кормокухня, питомник, где содержатся служебные собаки, также служебные городки, где производится по различным видам и курсам обучение служебных собак, их обучение. Кроме этого, эта служебная собака в прошлом году вместе со старшим инструктором-кинологом Ольгой Александровной прошли обучение в учебном центре города Фрязева Московской области. Может быть, не совсем корректный вопрос, но как вы думаете, кого легче обучить – сотрудников, которые будут работать с собакой, или животных? Потому что у них должно быть такое взаимопонимание, чтобы они чувствовали друг друга, мне кажется, без слов. Это, в общем-то, так и есть. Нельзя на сегодняшний день разделить вот этот вопрос, кого лучше обучить и проще обучить – служебную собаку, либо сотрудника. Потому что обучение служебной собаке идет в неразрывном связи с обучением сотрудников. Потому что этот процесс обучения идет в учебных центрах Федеральной службы исполнения, а их 14 у нас в стране. Также идет обучение специалистов-кинологов в Пермском институте в СИД России, который имеется в специальной факультете, где готовят специалистов-кинологов. И сотрудники обучаются вместе со служебной собакой, равно как и служебная собака обучается вместе с сотрудниками. Поэтому этот процесс взаимосвязан и непрерывен. А порода собак – именно овчарки? В основном используются немецкие овчарки, потому что это проверенная порода, которая наиболее оптимальна для выполнения задач в нашей службе. И другие кинологи обычно говорят, что девочки более покладисты. Это так? Вот Ольга кивает, да, видимо, да. Да, действительно, это так. Но везде бывают свои особенности. Женщина не хитреет. Последние соревнования показывают, что именно сотрудник-кинолог Ольга Александровна, которая при проведении соревнований среди резервных групп исправительных учреждений была единственной женщиной, а было всего 9 команд. И она заняла первое место со своей служебной собакой в составе резервной группы. И не только отработала служебная собака, но и сам сотрудник показал блестящие навыки владения как служебной собакой, так и личным оружием, которое вытекало из контекста и требований тех соревнований, которые проводились. Мы, в принципе, снимали похожие службы у других ведомств управления. И там речь шла о том, что такую собаку, любую служебную собаку, ее трудно спровоцировать. А случаи такие бывают часто? Все-таки мы говорим сейчас о контингенте, о спецконтингенте. Собака работает за колючкой. Вот бывает так, что ее провоцируют на что-то, что собаку пытаются раздразнить. Все-таки это животное. Оно крупное, оно сильное. Вы знаете, специфика использования служебной собакой в законе об учреждениях и органах служебной собаки квалифицируется как специальное средство. Порой проще и легче воздействовать на преступников и правонарушителей, чем просто сотрудников без этого специфического специального средства. Почему? Потому что, обладая определенной статьей тем оружием, которое находится в передней части головы и громким лаем порой останавливает преступников или правонарушителей от правомерных действий, от противоправных действий, которые они пытаются совершить либо совершают. Бывает так, что собака работает с другим кинологом? Или у нее все время, пока она служит, один и тот же кинолог? Дело в том, что я имею богатый опыт прохождения службы по охране исправительных учреждений не только в федеральной службе исполнения наказания, но и во внутренних войсках. И если 25 лет назад, выполняя те же задачи, только в статусе военнослужащего внутренних войск, служебные собаки были, к сожалению, каждые полтора года подвергнуты смены хозяев, потому что солдаты увольнялись, призывались новые, и процесс адаптации и взаимоотношений между военнослужащим и служебной собакой был достаточно сложен. На сегодняшний день сотрудники со служебными собаками несут службу практически постоянно и без смены хозяев, как правило. Ну, мы знаем, когда сотрудник уходит на заслуженный отпуск, он отдыхает дома. Что происходит с собакой? Практика нашего учреждения показывает, что служебная собака, выполняя задачи с сотрудником и при уходе его на пенсию, как правило, уходит вместе с сотрудником, и она становится другом и членом семьи. И на сегодняшний день вот у нас сотрудник, ушедший на заслуженный отдых, забрал с собой служебную собаку и содержит ее у себя дома. Вы одна из самых близко расположенных колоний для нас, но, к сожалению, мы у вас не были уже давно. Что там происходит сейчас? Какие последние мероприятия были? И что планируется в ближайшее время? На сегодняшний день на служебном городке, где содержатся служебные собаки нашего отдела, исправительных учреждений К-6, проведена большая работа, в частности, благоустроены места нахождения и содержания служебных собак, построен и запущен в строй изолятор для служебных собак на две единицы. Кроме этого, планируется переоборудовать кормокухню, провести капитальный ремонт, а также планируется построить закрытое помещение для выборки вещи человека, и это уже в этом году. Спасибо вам за эту интереснейшую встречу. Я надеюсь, что мы продолжим общение уже в формате отдельной телепередачи или большого сюжета. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова